Мир Божий, дорогая Церковь Иисуса Христа, я хотел бы вместе с вами сказать слава Иисусу нашему. Господь, Он Бог велик, и по Его великой милости и по Его великой любви к нам мы сегодня могли прийти на это место для того, чтобы предстать пред Богом нашим. Он благословил нас и помог нам до этого времени и пусть дальше Божья благодать, она будет над нами. Я сегодня хотел говорить на такую тему, которая лежит у меня на сердце. Ведь каждый из нас, когда шел на это место, ведь каждый из нас, когда мы хотели что-то делать, было бы это для Бога или было бы это для нас, мы готовились к этому. Мы сегодня смотрим на духовой оркестр, который впереди нас сидит, и как красиво у них получается всем вместе сойтись в эту гармонию, чтобы прославить Господа, мы все понимаем, что это не просто люди пришли сегодня, сели сюда и вместе заиграли, и все так получилось. Мы понимаем, что чтобы получилась эта песня, эта музыка, это сочетание, они сходились раньше вместе, и производились подготовочные работы, они готовились к этому. И сегодня мы смотрим на этот прекрасный результат. И может кто-то из нас думает, я бы тоже хотел бы поучаствовать, сидеть, красиво играть, но мы смотрим на этот результат, который впереди нас. И мы видим, что результат он хорош, но мало кто из нас, он представляет себя дорогу к этому результату. Это была подготовка, это была учеба, это в кого-то болели пальцы, в кого-то что-то не получалось, кто-то играл очень много раз, чтобы сегодня увидеть результат. И я хотел бы, чтобы каждый из нас сегодня, он обратил внимание на то, что каждому христианину, чтобы получить хороший результат в христианской жизни, чтобы получить хороший результат, нужно это время приготовления, это время, когда мы готовимся, когда мы стараемся, когда мы проходим, у нас может что-то не получается, может какие-то трудности бывают, но потом, когда мы приходим к завершению, нас ждет хороший результат. И, как сказать, целью или последней целью нашей жизни, есть результат войти в царство, в город царя, где Господь приготовил для нас город, есть последний результат наш, христианское хождение, оно закончится тем, чтобы ходить и войти в город воротами. Место священного писания, с которого я хотел бы начать читать, это записано, Экклесиас, 4 главы, 17 стих, такие слова. Экклесиас 4, 17. Наблюдай за ногою твоею, когда ты идешь в дом Божий, «И будь готовы более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают». Будь готов более к слушанию. Ведь, чтобы услышать Слово от Бога, Слово живое, которое повлияет на мою жизнь, которое принесет плод в мою жизнь, нужно быть готовым принять это Слово. Вы знаете, зачастую, может быть, я иду на служение и не совсем понимаю, зачем я туда иду. Не до конца понимаю, что я хочу получить от Бога. У меня, может, нету цели. Я прихожу, сижу, послушал. Хорошее было служение и ушел. Но не принесло это Слово пользы, потому что эта земля моего сердца, куда падает зерно, она не была подготовлена, она не была приготовлена для того, чтобы это зерно принесло плод. И как важно нам, христианам, быть готовыми к тому моменту, чтобы услышать Слово, чтобы оно упало в наше сердце и принесло плод. Это, друзья мои, очень важно. И я так смотрю, в это время, в которое мы живем, мы видим, что дьявол, он направил свои цели или стрелы для того, чтобы разбить всякую подготовку. Когда мы, иногда даже ты готовишься к проповеди или просто хочешь почитать Библию, ты открываешь Слово Божье, и в этот момент идет атака, которую так видно сегодня. Кто-то подзвонил, какие-то другие мысли. Иногда даже что-то случается такое, что раньше не было. Лишь бы, чтобы мы не могли подготовить свое сердце, стать пред Господом. И мы это видим и ощущаем. И как важно, чтобы мы понимали, что в мире идет война. Идет борьба за наши души. Идет борьба за то, чтобы мы были не готовы. За то, чтобы мы были рассеяны. За то, чтобы мы не могли ничего получить из собрания. Не могли ничего получить от Слова Божьего, когда мы читаем. Как важно, чтобы мы понимали, что нам нужна эта подготовка. Вы знаете, Писание говорит нам, что спортсмены, которые бегут на ресталище, они удерживаются от всего, чтобы получить награду, чтобы прибежать первым. Я хотел бы задать сегодня вопрос к себе и каждому из вас. Насколько сегодня я? Какие меры я делаю? Что я делаю? Чего воздерживаюсь? Для того, чтобы получить от Бога благодать. Для того, чтобы получить от Бога силу. Что сегодня делаю я? Какие моменты в моей жизни я отсекаю? Какие моменты в моей жизни я даю прорасти им, чтобы получить от Бога силу, чтобы получить от Бога откровение в мою жизнь? И вот Писание нам говорит, чтобы ты был готов, чтобы каждый из нас, он был готов. И один человек, который жил во времена, когда сорвалась Чернобыльская станция в Украине, и когда он жил в селе, и там забирали всех экскаваторщиков, чтобы возле Чернобыльской станции снять грунт, там более полметра снимали грунт и закапывали. Этот человек жил, и он был экскаваторщиком, он уже был на пенсии. И когда пришли в это село забирать экскаваторщиков, там забирали одного молодого парня, у которого было несколько детей, ему было где-то 30 лет, и вот бригадир говорит, слушай, у него маленькие дети, ты уже на пенсии, тебя не берут, но если ты пойдешь вместо него туда закапывать эти радиационные отходы, если бы ты смог бы сделать это. И вот этот человек, бывший уже в пенсионном возрасте, он пошел туда работать в эту радиоактивную зону. И работая там, он получил большую дозу радиации в свое тело. И когда он возвратился обратно домой, он чувствовал, что у него в груди что-то жжет просто. И ночью, однажды он проснулся, и он видит, что смерть пришла. Он видит, смерть стоит, пришла его забирать. И между этим все, кто там работали с ним, они уже умерли. И когда он так увидел эту смерть, он был человек верующий. Он знал, что в Иисусе Христе есть сила. Он взял свою Библию, положил себе сюда, где он чувствовал его ожоги на теле. И говорит, во имя Иисуса Христа, смерть, я повелеваю тебе, уходи. И все время он ходил и спал с Библией на груди у себя. и прошло время, он более 90 лет прожил, потому что Господь его защитил. Дорогие друзья, этот человек, я привел этот пример, он был готов к этому моменту, когда приходит смерть. я хотел бы спросить сегодня, друзья нас, насколько я, насколько мы, каждый из нас, мы готовы к моменту, когда в нашу жизнь приходят трудности, когда в нашу жизнь приходят испытания, насколько мы готовы сказать, Господь, помоги нам, мы близко с Тобою, мы молимся, мы общаемся, мы идем в церковь, насколько каждый из нас, он готовый сблизиться с Богом, чтобы получить от Него исцеление и укрепление. Другое место, которое я хотел прочитать, это записано Луки 6 глава и 47 стих, такие слова. «Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющий их, скажу, кому подобен. Он подобен человеку, строящему, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение и вода наперла на этот дом, не могла поколебать его, потому что он основан был на камне, а слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом свой на земле без основания, который, когда наперла на него вода, то час обрушился и разрушение дома сего было великое». Мы много раз слушали эту историю, но я хотел бы каждого из нас обратить внимание на то, что этот человек подготовился. Он подготовил основание для своего дома. Эти два дома, они были красивые изнаружи, они были одинаковые, но у одного человека там было основание, а у другого человека основания не было. И Писание нам говорит, что когда пришла эта буря и вода начала как бы давить этот дом, тот дом, который был, имел основание, у которого была подготовка, он устоял. А дом, у которого не было основания, он поколебался, он упал, и разрушение дома сего было великое. Братья и сестры, я хотел бы, чтобы наше строение, строение нашего духовного дома, оно было подготовлено, чтобы оно имело основание, основание на камне на Иисусе Христе. Пусть Бог поможет каждому из нас углубляться в Его Слово и положить это основание в нашу жизнь, чтобы это строение, которое оно будет красивое, и люди будут видеть его, чтобы оно имело основание, чтобы оно имело то, что его удержит, когда придет буря, когда пойдет вода, чтобы оно устояло. Это очень важно, потому что другой дом, он тоже был красивый, и может быть, люди смотрели на него и думали, хороший дом, приятно, быстро построили, хороший дом, но когда пришло это наводнение, когда обрушилась на него вода, разрушение дома сего было великое. И вот придет время испытания в нашу жизнь, и каждый из нас, он испытается и увидит, на чем он строил, была ли в нашей жизни, было ли это основание. И еще одно место читаю, которое записано Матфея, также про то, что нам нужно готовиться 36 глава, 24 глава, 36 стих. «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так и будет пришествие Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел Ноя в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так и будет в пришествии Сына Человеческого». Вы знаете, было время во дни Ноя, когда люди, Писание говорит, что они ели, пили, женились, выходили замуж, и они не думали, они не думали, что нужно к чему-то готовиться, что нужно искать Бога, они не думали, что где-то строится ковчег, и что это может стать ихним спасением, они не искали иметь Бога в разуме. Как бы хотелось, чтобы в эти дни, когда мы видим такая свобода, знаете, столько есть разной литературы, столько есть разных возможностей приготовиться, чтобы Бог, Он мог использовать нас своему служению, чтобы каждый из нас Он мог это принять, это хорошее время и приготовиться. И еще одно место, которое я хотел обрететь наше внимание, это записано Тимофею, 2-я глава, 2-й Тимофей, 2-я глава из 15-го верша. Старайся, даже с 14-го прочитай, «Се напоминай, заклиная пред Господом не вступать в слово прение, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих». Старайся представить себя Богу достойным делателем, неукоризненным, верно преподающим слово истины. Писание говорит для нас, чтобы мы старались представить себя Богу, чтобы мы подготовлялись к этому, представить себя Богу, чтобы мы уже были готовы, когда Бог хочет взять нас в какое-то служение или взять нас чтобы мы могли послужить кому-то, чтобы мы были готовы, старайся представить себя достойным и чтобы верно слово было в нашем сердце и в наших устах. И дальше я прочитаю, «О непотребном пустословии удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечестии». И слово «Их как рак будет распространяться таковы именей и Филип, которые уступили от истины, говоря, что воскресенье уже было и разрушают в некоторых веру. Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные, и одни в одном, а другие и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Мы прочитали, что Писание сравнивает большой дом, большой дом, который, когда мы перебрались сюда, то мы увидели, что у вас дома по скорфитах, они намного больше, нежели там, где мы жили. Вот в большом доме мы можем представить себе еще больше дом, в котором есть разные сосуды, есть золотые, есть серебряные, деревянные, глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. И вот обращение мое, чтобы каждый из нас сегодня, он посмотрел на свой сосуд, потому что Библия сравнивает нас, большой дом, это церковь, в котором есть разные люди. И вот если твой сосуд, он будет приготовлен, если он будет чистый, если он будет достойный, то он будет употребляем господином в почетном случае, и ты будешь иметь благословение от Господа. Но если сосуд человека, который не заботится о чистоте, который не заботится о подготовке своего сосуда, он неготовый, в нему там всякая грязь, все, что там может быть разный микс в этом сосуде, он напоминает нам урну или гарбич кен, который сбрасывает мусор. Там все может быть разное, оттуда может идти нехороший запах. И в большом доме бывают и такие сосуды. Но братья и сестры, я хотел бы, чтобы сегодня обратить наше внимание на то, что мы, каждый из нас, мы хотели бы быть сосудом, употребляемым Богом в почетном месте, сосудом, который употребляется Богом там, где мы смотрим, где красиво поет хор, где красиво участвуют братья и сестры, и мы хотели бы, чтобы мы были этим сосудом, потому нам нужно готовиться к этому времени, нам нужно очищаться, нам нужно сближаться с нашим Господом, и Господь благословит и поможет нам. И еще одно место прочитаю, которое говорит 2 Тимофея, 3 стих, 2 Тимофея, 3 глава, 16 стих, все Писание Бога вдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Как важно, братья и сестры, чтобы совершенство наше, оно показывало тем, что мы с вами готовы ко всякому доброму делу. И тогда, когда Господь придет, и этот час придет в нашей жизни, мы поймем, что мы готовились к этому делу. Бывают такие случаи у меня в жизни, когда я чувствую, что хотелось бы уже кому-то послужить. Уже давно как бы в сердце хочется что-то людям доброе сделать, как бы случаев таких-то не было. И как бы в свое сердце я молюсь, Боже, ну пошли мне этих людей, и вот мое сердце приготовилось к этому служению. И обычно проходит день или два, и кто-то звонит, говорит, там и там нужна помощь, там и там нужно помочь. И я знаю, что мое сердце, оно было готово служить. Мое сердце, оно было готово что-то дать, чем-то благословить своего брата или кого-то другого. И как бы хотелось, чтобы мы, христиане, когда мы сидим на служении, когда мы приходим в церковь, мы все более и более подготовляли свое сердце к доброму делу, подготовляли свое сердце к служению брату или сестре, подготовляли свое сердце к тому, чтобы быть добрыми людьми, быть благословенными людьми, приготовляли свое сердце, чтобы быть теми людьми, на которых можно, знаете, положиться, на которых можно, с которыми можно, знаете, сделать какое-то дело, быть ответственными людьми, чтобы мы готовились. Пусть Господь благословит каждого из нас и поможет. Ему да будет слава. Аминь. Аминь.